Здравствуйте! Сегодня мы обсудим норму. Что такое нормальный менструальный цикл, что такое гигиена наружных половых органов и что такое стандартное обследование гинеколога. В норме менструальный цикл здоровой женщины длится от 21 до 35 дней. Сама менструация длится от 3 до 7 дней, и это является нормой. Очень важно, чтобы был нормальный менструальный цикл, нормальная масса тела женщины, то есть конкретно нормальный индекс массы тела. При недостатке жировой ткани, когда вес женщины недостаточный, менструальный цикл, как правило, сбивается. Наших клиентов интересует, можно ли использовать ежедневные прокладки. Ежедневные прокладки использовать можно, однако необходимо следить за кратностью их замены. Вы прекрасно знаете, что у женщины выделение присутствует норме в течение всего менструального цикла. В начале цикла это могут заканчиваться предыдущие месячные, в середине допустимы межменструальные выделения, реакция на овуляцию, и в конце цикла это длительно заканчивающиеся месячные. Мы сейчас не будем останавливаться, норма это или патология, однако эти вещи допустимы, и чтобы избежать неприятных ситуаций, можно использовать ежедневные прокладки. Однако необходимо следить за кратностью их замены. В этот же блок вопросов я бы хотела осветить вопрос об использовании интим-гелий. На нашем рынке сегодня их представлено огромное количество, они используются, применяются в различных формах, это и муссы, и кремы, и гели. Использование их допустимо, однако необходимо не забывать про физиологию. В норме содержимое влагалища имеет кислую среду, соответственно, старайтесь смотреть на упаковки, чтобы и PH вашего интим-геля также имел кислую среду, иначе вы можете вызвать дисбиоз влагалища, то есть вы можете нарушить флору и работу нормальной микрофлоры влагалища. Вартолиневая железа – это орган, который находится в преддверии влагалища. По-другому он называется еще большая железа в преддверии влагалища. Железа необходима женщине для чего? Слизь этой железы является составной частью нормального биоциноза влагалища. В случае попадания микроорганизмов в водной проток этой железы, в случае закупорки этого протока, может возникать воспаление, бартолинит. Ситуация достаточно неприятная, очень болезненная и не совсем благодарная в плане лечения. Ее лечить можно долго, нудно, она часто может рецидивировать, то есть возвращаться вновь и вновь. Поэтому сама по себе напрашивается, как же ее предупредить о развитии этого воспаления. Ответ прост. Гигиена, гигиена и еще раз гигиена. Это регулярные гигиенические процедуры, это использование правильных средств. Если касательно интим-гелий, то это можно их использовать, но не чаще, чем один раз в день. А сейчас мы переходим к обследованию. Вы прекрасно знаете, что женский организм требует к себе внимания. Итак, какого же? Рекомендуем ежегодное посещение гинеколога. Что делает с вами гинеколог? Во-первых, это осмотр, бимануальный осмотр гинеколога. Это взятие мазков. Раз в год здоровой женщине, условно здоровой женщине, необходимо сдавать мазок на онкоцитологию. Это обследование шейки матки на возможную онкопатологию. В наше современное время этого, в принципе, недостаточно. Можно обследовать наличие возможных потенциальных вирусов, каких именно это вирусы папилломы человека и вирусы простого герпеса. Такое обследование сейчас существует. Наиболее информативным считается обследование методом ПЦР. В плане обследования у гинеколога, если мы говорим о нормальной здоровой женщине, которая планирует беременность, в план обследования необходимо добавить обследование на хронические инфекции, такие как хламидии, уриомикоплазмы. Предпочтительнее это обследование проводить также методом ПЦР. Уриоплазма – это микроб, который является условно-патогенным микробом. Что это такое? Он в норме может абсолютно уживаться с нормальной флорой влагалища. Но при благоприятных условиях для него, а не неблагоприятных для нас, то есть когда возникает дисбиоз или когда присоединяется какая-то другая сочетанная инфекция, концентрация уриоплазм во влагалище может повышаться. И вот тогда он действительно опасен, и тогда уриоплазмоз необходимо лечить. Хотелось бы напомнить, что все проблемы и инфекции мочеполовой сферы очень важно их исключать на этапе планирования беременности, очень важно их своевременно лечить, ну а для правильного лечения необходимо правильно установить диагноз. Поэтому абсолютно важно правильно обследовать правильными методами. Также хочу напомнить, что проблемами инфекции, проблемами шейки матки, проблемами дисбиозы занимается узкий специалист, который работает в кабинете патологии шейки матки. И при наличии вот этих узких проблем вы можете посещать этого специалиста. Инфекции оказывают влияние не только на жизнь и здоровье женщины, но и на жизнь и здоровье будущего поколения. То есть, когда вы планируете беременность, настоятельно рекомендую обследоваться на Турочкомплекс. Это наиболее злые инфекции, которые могут пагубно повлиять на вашего будущего малыша. Это токсоплазма, цитомигаловирус, краснуха, вирус простого герпеса. Вы знаете, вы можете утонуть в необходимых обследованиях. Лаборатория Синева предлагает очень правильные пакеты обследования на эти инфекции в зависимости от вашей конечной цели. Например, при планировании беременности можно выбрать комплекс, в который входит обследование на наиболее распространенные инфекции, онкоцитология, тот же Турочкомплекс. При стандартном гинекологическом обследовании спектр микроорганизма будет немножко сужен. Нельзя не отметить наличие такого прекрасного мазка, как Femaflor 16, Femaflor Screen, который достаточно обширный и очень помогает в диагностике наиболее распространенных инфекций. И, соответственно, если мы знаем, что лечить, мы правильно лечим и мы вам помогаем. Берегите себя и будьте здоровы!